В Белгороде полицейские провели учения по пресечению экстремистской деятельности и предотвращению националистических угроз. По легенде, двое молодых людей пытались нарисовать нацистскую свастику на одном из зданий. О ходе учений репортаж при содействии пресс-службы ОВД. Двое неизвестных молодых людей, используя баллончики с краской, пытаются нарисовать нацистскую символику на одном из общественных зданий. Прохожие вызывают полицию. Стоять! Стоять! По легенде, злоумышленникам удалось скрыться. Не теряя времени, сотрудники муниципальной стражи сообщают о случившемся в дежурную часть. Они побежали в сторону областной библиотеки. Догнать мы их не сумели. Полицейские вводят спецсигнал «Вулкан-3». Отрабатывая прилегающие к месту происшествия территории, вне ведомственной охраны ищут лиц, подходящих по приметам. На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся опросы свидетелей, и вносятся дополнения в имеющуюся ориентировку на подозреваемых. А в это время они уже в парке памяти подыскивают автомобиль для угона. Водитель не успевает среагировать, и злоумышленники похищают его машину. Наружные службы работают в усиленном режиме. Экипаж ДПС замечает похищенный автомобиль на улице Карачанской. Просит подкрепления. Имея троное преимущество, инспекторы блокируют движение ВАЗа. Студенческая Карачанская подтянулся на ряд другой, чем добились трехкратного превосходства. И данный автомобиль, предполагаемый преступник, был задержан. Преступники задержаны, а значит цель учения достигнута. Оценка проведенным мероприятием удовлетворительна. Преступники совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает до 15 суток ареста. Задачи учения, я считаю, были достигнуты. Личный состав готов к выполнению поставленных задач в условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств. Новости Мира Белогорья при содействии Пресс-службы МВД России по Белгородской области.